Друзья, всем привет! Меня зовут Майя, я профессиональный визажист и бьюти-блогер, и сегодняшнее видео будет посвящено возрастному макияжу. Такой запрос я получила от одной из своих недавних подписчиц, за что ей большое спасибо. Мне это доставляет особое удовольствие, когда подписчики дают обратную связь и заказывают темы для видео. Это на самом деле очень здорово. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите все, что вы захотите увидеть на моем канале, вы обязательно увидите. И я хочу напомнить о том, что у меня на канале сейчас проходит розыгрыш продуктов от Pet Magrat. Пожалуйста, подсказка. Обязательно пройдите и поучаствуйте, если вы до сих пор этого не сделали. Ну и давайте приступать. Итак, возрастной макияж. Давайте прежде всего разбираться, что мы подразумеваем под возрастом, под возрастной женщиной, дамой элегантного возраста. Называйте это как хотите. Возраст – это прежде всего состояние вашей кожи и вашего организма в целом. Это не только цифры в паспорте, хотя, конечно же, цифра косвенно свидетельствует о каких-то уже начавшихся изменениях. И вообще надо сказать, что все мы примерно с 25 лет уже входим в фазу увядания. Как это ужасно не звучало бы, несмотря на то, что многие из нас и в 30, и в 40, и даже в 50, и отчасти и в 60, и далее выглядит очень хорошо. Все равно у нас уже запускаются процессы старения. Какие есть признаки старения? То есть с чем нам предстоит работать, когда мы делаем возрастной макияж? Что такое старение? Прежде всего, это, конечно же, птос тканей. Так называемое обвисание под силой гравитации, потому что с возрастом существенно сокращается выработка коллагена. Из-за этого тургор тканей, конечно, ухудшается, все у нас это ползет вниз, у нас появляются брыльки, у нас опускаются уголки глаз. Также происходит процесс, который называется гликация белка. Это необратимый процесс, это под воздействием сахара, наши волокна коллагена склеиваются, и, к сожалению, повернуть это вспять невозможно. Во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день наверняка индустрия шагнет еще на несколько семимильных шагов, и мы сможем с этим как-то начать бороться неоперационными методами, неинвазивными, неинъекционными. Но, тем не менее, такое вот с нами происходит. Потом, что еще выдает в человеке возраст? Например, вот если вы обратите внимание на пожилых женщин, на старушек, да, у них, как правило, такие лысенькие глаза, то есть у них начинают выпадать ресницы, они редеют. Вот это вот такое прям голое-голое веко, начинают редеть брови. То есть, в принципе, отчасти, почему сейчас такая мода на вот эти вот соболя, кустистые, широкие, густые брови, потому что густые брови, это, в принципе, символ молодости, один из символов молодости. Также, конечно, кожа теряет пигмент, становятся бледными губы. Ну, в общем, я так думаю, что если вы сложите 2 плюс 2 и сопоставите все мною сказанное и понаблюдаете за возрастными женщинами, вы поймете, что именно все вот это, перечисленное мной, выдает возраст. Конечно, еще образуются морщины, заломы. Залом – это, по сути, глубокая морщина. В общем, со всем с этим нам приходится работать в процессе выполнения возрастного макияжа. И сейчас я вам буду рассказывать, делиться своими какими-то наблюдениями, наработками, результатами моего обучения, какими-то знаниями, которые вложили в меня преподаватели. И то, с чем я имею дело на регулярной основе, и в том числе, между прочим, и с собой. Потому что, несмотря на то, что мне чуть меньше 40, мне 38 лет, все равно у меня уже появились какие-то первые признаки увядания. Например, у меня уже немножечко опустилась неподвижная века. То есть площадь подвижного века визуально уже сократилась, и мне приходится уже с этим работать. Вообще, первый признак увядания, с которым я столкнулась лично касательно себя, это носогубные складки. Я заметила, что где-то после 30 лет, во-первых, я начала сидеть, к сожалению. То есть до 30 я очень активно красила, сделала милирование, колорирование, балаяжи, шмалаяжи. И как только в 30 лет я решила, что я больше краситься не буду, я буду ходить со своим натуральным цветом волос, пепельно-русым, я тут же начала сидеть. Естественно, по закону подлости. Сегодняшнее видео носит исключительно теоретический характер. Я очень постараюсь организовать какую-то демонстрацию на какой-то возрастной женщине, на даме элегантного возраста. Но вы, в свою очередь, можете уже попробовать применить какие-то трюки, о которых я вам расскажу сегодня уже на практике. И мне будет очень интересно почитать вашу обратную связь, насколько вам это было полезно и интересно, открыла ли я для вас вообще что-либо новое, и попробовали ли вы, и как у вас все это получилось. Давайте начнем, пожалуй, с главного. Это уход. Конечно, макияж творит чудеса, но прежде всего, либо вы, либо ваш клиент должны уяснить самое основное, что нужно за собой ухаживать. Причем, чем раньше, тем лучше. Нынешние дамы элегантного возраста, они именно характерны тем, что в свое время они начинали очень поздно за собой следить, а некоторые и до сих пор не особо следят. У многих даже нет крема для лица. Но нынешняя косметология говорит о том, что как только девочка вступила в пубертат, ей уже нужно за собой следить. Потому что, возвращаясь к началу этого видео, мы помним, что с 25 мы уже, к сожалению, стареем. Поэтому вот эта ранняя инвестиция в свою внешность, она очень продуктивна и очень важна. Что касается процессов гликации белка, то это именно тот пункт, который, по идее, должен вас побудить отказаться от белого рафинированного сахара. Потому что это на самом деле достаточно серьезный и даже существует такое понятие, как сахарная кожа. Вы можете погуглить, я здесь тоже постараюсь вставить какие-то фотографии. В общем, это такая немножечко безжизненная, немножечко такая неупругая, без тургора, такого ярко выраженного. В общем, это то, на что стоит обратить внимание. Так вот, уход. Естественно, уход должен быть очень хорошим. Но если случилось так, что вам нужно сделать макияж, но ухода особо какого-то не было регулярного, то есть, в принципе, в уходе главное это регулярность, то вам на помощь обязательно придут какие-то сосредства, которые желательно иметь бы всегда под рукой. Что это может быть? Это какие-то сыворотки с гиалуроновой кислотой. Это какие-то патчи, которые очень хорошо напитывают. Причем, не забывайте, что патчи можно размещать не только на зону под глазами, но и на те самые стратегические зоны, которые чаще всего страдают по причине активной мимики. Это вот так называемая хмурка. Когда мы вот хмуримся, у нас тут образуются два залома. То есть, вы можете разместить патчи раз-два под глазами, три и четыре-пять на носогубки. Что еще крайне важно? Это состояние губ. Во-первых, если вы идете, например, на какое-то мероприятие, и даже если вы сделали красивый макияж, но губы у вас в плохом состоянии, то на самом деле очень сложно ретушировать губы. Это тот участок лица, который невозможно в фотошопе. Если, скажем, у вас прыщ, фотограф в фотошопе перетянет какой-то кусочек аналогичный по оттенку и закроет ваше несовершенство на коже, и проблема будет решена. Губы – это очень ограниченный участок, он очень рельефный, и ретушировать губы очень сложно, но, тем не менее, есть определенные трюки, которые помогут добиться достаточно приличного вида губ, даже при плохом его состоянии, конечно, если они совсем не в хлам распаханные. Давайте начнем с тонального крема. Собственно, какие тональные кремы лучше выбирать? Вообще, для любой возрастной кожи нужна декоративная косметика с максимальным количеством ухаживающих компонентов. Такой косметики сейчас великое множество. Вот особенно я заметила, что марка Bobby Brown этим характерна. У них абсолютно все средства, они такие экстра, они очень напитывающие, они такие жирненькие, и их очень любят, вот, например, мои клиентки, которым 50+. Это, правда, очень классная продукция. Пункт номер два. Использовать ли консилер? Да, конечно. Но тут важно понимать, что он должен работать не за счет своей укрывистости, плотности, он не должен маскировать как маска, он должен обладать очень хорошим софт-фокус эффектом, то есть он должен в себе содержать светоотражающие частицы, которые будут отражать свет и визуально выравнивать кожу. Самый, пожалуй, яркий представитель этой продуктовой категории – это Yves Saint Laurent Touche Eclat. Это вот этот вот консилер в ручке. Конечно, с тех пор, как появился Touche Eclat, появилось миллион подобных продуктов, и я думаю, что вы их с легкостью найдете. И у Inglot есть такие, и у MAC есть такие. В основном они представлены именно в формате ручек с кисточкой на конце. Причем, как можно еще этот консилер использовать? В связи с тем, что возрастная кожа уже имеет какие-то заломы и морщины, как мы помним, да, вот эта вот светотеневая история, художественные приемы, которые используются в макияже, все, что темное, оно удаляется, а все, что светлое, оно приближается визуально. Что такое морщина? Морщина – это углубление. Соответственно, там образуется тень, и она видна нашему глазу. Глаз ее считывает как морщину, как залом. Для того, чтобы визуально морщины каким-то образом скрыть, то можно взять этот самый светоотражающий консилер и нанести во все вот эти вот образовавшиеся с возрастом углубления носогубки, носослезки. Вот если вы смотрите меня не впервые, то вы наверняка видели много раз, как я наношу себе консилер в носогубке. Я преследую именно эту цель. Несмотря на то, что они у меня пока что не очень ярко выражены, я все равно визуально их подсвечиваю для того, чтобы как бы вытянуть эту тень наружу и визуально сгладить эти начинающиеся, закладывающиеся заломы. Также консилер может быть не только консилером, но и кремовым хайлайтером, потому что, в принципе, на возрастную кожу нежелательно наносить средства, которые, как у нас принято говорить, сияют из космоса. Вот такое светоотражающее средство будет великолепно смотреться на выступающих частях скул, на спинке носа. Это очень хороший прием. Рекомендую вам его испробовать. Значит, мы с вами нанесли тональную основу, нанесли консилер. Теперь у нас по логике вещей должна быть пудра, но мы ее немножечко переставляем по шагам немножечко дальше. И давайте поговорим про румяна и контур. Использовать ли румяна? Да, однозначно, потому что, как мы уже с вами обсудили в начале этого видео, теряется румянец, теряется этот пигмент, кожа становится более бледная. Конечно, все те симптомы, которые я описываю, они происходят не со всеми. И бывают очень даже хорошие лица, и румяные, и так далее. Но румянец, он в любом случае привнесет живости, свежести и красоты любому лицу, и возрастному в том числе. Что касается контуринга, то, конечно, я бы его использовала. Единственное, что румяна, что контур, я бы рекомендовала использовать кремовый. Потому что любая сухая текстура еще больше подчеркивает текстуру кожи и какие-то морщины и заломы. А кремовые продукты великолепно справятся со всеми поставленными задачами и дадут именно тот эффект, которого вы от них ждете. Ну и, конечно, не забывайте, что контур не может быть рыжим. То есть бронзер нельзя использовать в качестве контуринга. И, в принципе, бронзер на возрастной коже, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, выглядит не очень-то хорошо. А кремовый контур очень даже прекрасненько растушевывается и дает именно ту легкую тень, которая нам весьма необходима. Вот эти брыльки, которые с возрастом начинают подвисать, если их тоже немножечко затемнить контурирующим средством, это очень даже сделает хорошую работу для итогового образа. Единственное, что я бы вам не рекомендовала использовать жировосковые текстуры, это так называемые стики. Вот есть контуры и хайлайтеры в стиках. Они самые капризные в работе, они очень часто разъедают тон. Лучше посмотрите какие-то кремовые, эмульсионные. Я постараюсь вам в описании привести примеры конкретных продуктов, которые вы можете использовать. Вот, например, про Мейкоп Лаб выпустили эмульсионное контурирующее средство, которое просто великолепно справится с этой задачей, причем его можно наносить на припудренную, неприпудренную, голую, с тоном, как угодно, в общем, его можно наносить. Итак, мы с вами вот это все проделали, и теперь, конечно, по логике вещей нам надо запудриться. С точки зрения возрастного макияжа, я бы вам настоятельно рекомендовала запудривать только Т-зону, потому что кожа с возрастом становится суше, то есть обладательницы жирной комбинированной кожи, которая у них была в молодости, получают на выходе примерно более или менее нормальную кожу, а те девушки, у которых была сухая кожа, они вообще с возрастом получают такой прям тонкий-тонкий пергамент. И, естественно, что пудровые продукты, они все это могут усугубить и подчеркнуть, чего нам совершенно не нужно. Поэтому очень деликатно, какой-то мелкодисперсной пудрой с каким-то тоже светоотражением и софт-фокус эффектом просто немножечко запудрились, и этого будет вполне достаточно. Давайте теперь поговорим о бровях. На мой взгляд, брови – это вообще самое важное на лице. Брови – это лицо лица. Это та самая рамка, которая обрамляет ваше лицо и задает настроение. И в связи с тем, что с возрастом брови редеют, все это под силой гравитации обвисает, взгляд становится хмурым, угрюмым, грустным, если там вообще есть чему показывать настроение. Поэтому брови я бы в случае возрастного макияжа делала бы либо тинтом, либо помадкой для бровей. Опять же, это разновидности неких кремовых текстур, которые очень хорошо впишутся в концепцию возрастного макияжа. Конечно, нужно посмотреть, чтобы не подчеркнуть вот эту вот падающую линию, немножечко где-то сделать повыше и зафиксировать гелем, если, конечно, есть что фиксировать. Если фиксировать нечего, то можно воспользоваться услугами маркера для бровей, которые вам прорисуют прям волоски. Это будет полная имитация волосков. Далее мы с вами плавно подобрались к глазам. Что я хочу сказать про глаза? Помните, в начале видео я говорила про лысеющие веки и вот эту вот прям вот голую кожу? В возрастном макияже, с точки зрения макияжа глаз, самое главное – это ресничный край. И я вам рекомендую начинать макияж, либо где-то интегрировать этот шаг посередине выполнения макияжа глаз. Это прорисовка межреснички и прорисовка слизистой. То есть, если мы, девушки молодые и женщины среднего возраста, прорисовываем себе верхнюю слизистую по мере необходимости, если того требует макияжная задумка, то возрастной женщине прорисовать это нужно обязательно, потому что этот трюк создает иллюзию густых ресниц или вообще, в принципе, их наличие. И вы, когда это сделаете, вы прям сразу увидите, какую это делает разницу. Вот прям возьмите себе, прорисуйте межресничку густо-густо карандашом, верхнюю слизистую и сравните с голым глазом. Вы увидите, что это просто феноменально. Причем я вам рекомендую пользоваться стойким карандашом, потому что очень часто у возрастных людей бывает такая анатомия, что когда они начинают моргать глазами, у них верхнее веко идет внахлёст на нижнее. И все, что вы нарисуете на слизистой, отпечатается под нижним ресничным краем. Поэтому нужно все это дело прорисовать, подождать, когда карандаш стабилизируется, и все, у вас будет практически полдела макияжа глаз сделано. Потом, ресницы. Это, конечно, крайне важно. Если есть что завивать, если, в принципе, есть ресницы, то обязательно воспользуйтесь керлером. Если женщина, в принципе, следит за собой и не против каких-либо косметических процедур, то порекомендуйте ей, сделав ламинирование ресниц. Это тоже обалденная штука. Это просто сразу преображает лицо, потому что это выраженный лифтинг-эффект. Ресницы приподнимаются, они прокрашенные. Все те кончики, которые выгорают, они тоже прокрашиваются. И такое становится ощущение, что у вас ресниц как минимум в три раза больше. Давайте теперь поговорим о накладных ресницах. Я бы не рекомендовала использовать ленточные ресницы, потому что все-таки это создает некое такое театральное настроение, театральный эффект. В возрастном макияже очень уместны пучки. Причем, поскольку у нас все вот под силой гравитации начинает опускаться, то обязательно посмотрите, где клеить самые длинные ресницы. Не делайте самые длинные пучки на внешнем уголке, потому что вы можете еще больше завалить глаз. Причем, эта рекомендация, она актуальна не только для возрастных женщин, но вообще, в принципе, для всех. То есть, самые длинные ресницы должны быть с небольшим отступом, где-то один-два миллиметра. И пучки очень органично выглядят. И, пожалуйста, не забывайте, что нужно сначала приклеить пучки, а потом уже прокрасить ресницы, чтобы, во-первых, снивелировать вот этот вот визуальный эффект, чтобы не было понятно, что вы что-то клеили. Вы как бы прокрашиваете и склеиваете свои ресницы с пучковыми. Это первое. То есть, вы добиваетесь хорошего визуального эффекта. А во-вторых, вы еще больше обеспечиваете сцепку, и ваши пучки не только продержатся достаточно долгое время на клее, но еще и будут склеены со своими. Что касается теней, то нужно быть аккуратными, во-первых, с кремовыми тенями, потому что с возрастом кожа века становится очень тонкой, а кремовые тени, они, в принципе, достаточно тяжеловесные. И когда вы наносите их на века, создается ощущение, как будто века под тяжестью этих теней еще больше опускается. Поэтому, если вы используете кремовые тени, то наносите их просто невесомой тонкой вуалью. Что касается сухих теней, то старайтесь отдавать предпочтение каким-то сатиновым текстурам. Не используйте металлики, потому что, как вы помните, есть некоторые разновидности теней, которые, как мы это называем, жуют века. То есть они очень сильно подчеркивают текстуру и даже из молодого века делают какое-то сморщенное и жеванное. Представьте себе, что эти тени сделаются возрастным веком. Как определить, например, по составу, какие тени вам нужны? Обращайте внимание на состав теней и ищите тени, у которых на первом месте стоит Мика. Потому что Мика, она имеет сферическую форму, соответственно, она очень хорошо отражает цвет, она его рассеивает, и вы добьетесь нужного эффекта. Тени, у которых на первом месте стоит Тальк, они тоже уместные. Это чаще всего бывают матовые тени. Тальк – это пластинчатые частички, и именно вот эти плоские пластинки позволяют теням очень хорошо растягиваться и растушевываться. А вот откровенные металлики лучше обойдите стороной. Нижние ресницы, конечно же, обязательно нужно прокрасить. Если, опять же, нечего красить, то обязательно сымитируйте какой-то мягкой растушевкой, тенями. Можно даже наклеить вот такие есть малюсенькие мини-пучочки, которые вы можете наклеить на нижнее веко, таким образом создав имитацию наличия ресниц у вас или у вашего клиента. Но растушевка на нижнем веке, конечно же, должна быть достаточно мягкой, без театральности. То есть, если сравнивать, например, с верхним веком, то где-то на тон мягче, чем верхнее веко. И теперь мы с вами подошли к губам. Если губы в плохом состоянии, но вам нужно срочно выглядеть хорошо, то я рекомендую вам воспользоваться какими-то экспресс-методами. Это могут быть эксфолирующие салфетки, какие-то скрабы. В общем, сделайте по возможности все шаги, доступные вам, для того, чтобы привести губы в порядок. В конце концов, если вы только что вылезли из ванны, возьмите махровые полотенца и просто их пошелушите, нанесите густой слой бальзама для губ. Это уже будет очень даже хорошо. Губы, поскольку с возрастом не только теряют пигмент, но и размывается контур, то им, конечно, нужно уделить обязательно внимание, потому что это как раз тоже один из символов молодости. И это поможет сделать макияж более органичным, а лицо более свежим. Вообще, изначально, что такое накрашенные губы? Если копнуть немножечко в историю, то накрашенные губы это сексуальный призыв, это имитация полового возбуждения, это имитация того, как кровь приливает к половым губам. Если кто-то этого не знал, может быть, я сейчас кого-то шокировала, но это так. Соответственно, оформляя должным образом губы возрастной женщине, вы как бы немножечко возвращаете ее в молодость и делаете ее более привлекательной как для самой себя, так и для окружающих людей. Поэтому, конечно же, нужно хорошенько губы проработать. Если все соцсредства, которые вы попытались применить, не возымели должного эффекта, то я вам рекомендую прибегнуть к такому трюку. Это нанести сначала стекло для губ на голые губы. Бесцветный блеск или стекло, это называется по-разному, это есть у многих марок, и уже сверху наносить помаду. И таким образом у вас между вашими убитыми губами и помадой будет некий барьер, который поможет губам выглядеть лучше. Контуру, конечно, тоже имеет смысл уделить достаточно внимания. А что касается оттенков, то, на мой взгляд, на дамах элегантного возраста очень хорошо смотрятся помады ягодных оттенков. Они очень хорошо освежают и придают дополнительной красоты лицу. Ну и в качестве финального штриха я бы посоветовала воспользоваться каким-то увлажняющим средством для лица в виде спрея. Это может быть либо термальная вода, либо фиксатор для макияжа. Это может быть все, что у вас есть под рукой, все, что вам доступно, все, что вам нравится. Во-первых, спреи, как известно, помогают всем слоям макияжа усесться. Макияж выглядит более органичным. Если вдруг вы ненароком перепудрились, то этот эффект снивелируется с помощью средств в виде спрея. И, в общем-то, некоторые спреи даже продлевают стойкость макияжа, но я думаю, что если вы сделаете все по уму, он и так у вас продержится великолепно. И главное, не забывайте, что лучше наносить все тонкими слоями. Проще наслоить один слой, второй, если вы видите в этом необходимость, чем плюхнуть сразу на лицо много средства и потом пытаться это все растянуть, стойкости от этого никакой, конечно же, не будет. В общем, если подвести итог, то лозунг возрастного макияжа это светоотражение и кремовые текстуры. То есть средства с содержанием микки, рассеивающий свет, кремовые текстуры и все, в общем-то, у вас будет просто великолепно. И, пожалуй, самое главное, что я хочу вам сказать, не пытайтесь макияжем нарисовать себе другое лицо. Если вам уже 75, в любом случае будет понятно, что вам 75. И все те преображения, которые вы видите на просторах интернета, например, то, чем прославилась Гуара Витисян, при огромном уважении к ее творчеству я могу сказать, что это все хорошо выглядит лишь на камере, лишь на фото. в жизни это совершенно неносибельные, огромные слои, как это принято говорить, штукатурки. Поэтому работайте тонко, работайте детально, старайтесь подчеркнуть достоинства, каким-то образом увести на задний план недостатки, но не пытайтесь сделать новое лицо, нарисовать какую-то маску, новые глаза, другой нос и так далее. и тогда ваш макияж будет выглядеть хорошо в любом возрасте. Ну что ж, дорогие друзья, вот таким вот получилось теоретическое видео про возрастной макияж. Я очень надеюсь, что я вам рассказала нечто полезное. Во всяком случае, я постаралась вспомнить все, что я знаю на эту тему, и я прошу вас прокомментировать. Мне очень хочется получить от вас обратную связь. Еще раз большое спасибо подписчице, которая задала мне эту тему. Мне это правда было очень приятно. Не стесняйтесь, заказывайте видео и не забывайте, что на моем канале сейчас проходит розыгрыш продуктов Pet Magrat. И там все будет, и подсказка в начале видео была. Обязательно заходите, смотрите. Я желаю всем удачи, ну и спасибо за просмотр. Увидимся с вами в новых видео. Всем молодости. Пока.